Музыкальный центр в обмен на старый радиоприемник. Такую акцию объявила радиостанция Динамит-ФМ в Казани. По словам руководства станции, народ реагирует на призыв весьма активно. На сегодняшний день в офисе Динамита скопилось уже 80 древних спидол и вэфов. На вопрос, что радиостанция собирается делать с этими находками, директор Юрий Воробьев пообещал открыть в Казани радиомузей. Обменяй свой старый радиоприемник на новый музыкальный центр. Как это сделать? Все просто, с 7 мая по 4 июня принеси свой старый радиоприемник на Динамит-ФМ. Получи купон участника акции и стань обладателем нового музыкального центра. Розыгрыш главного приза 5 июня в программе Простите Пой на телеканале Эфи. Финал акции 6 июня на Ярмарочной площади. Ключи радио, найди Динамит, получи музыкальный центр. Динамит-ФМ, лето в эфире. Вообще, к моменту запуска проекта Динамит-ФМ звучал в Казани порядка двух месяцев всего. Радиостанция новая, нужно было максимально привлечь к ней внимание. Вся Казань включила эту кнопку. То есть там раздавали музыкальный центр. Пожалуйста, приносите старю. Особую ценность представлял приемник, победительница проекта, женщине, которой 63 года. Она интересно рассказывала о том, как муж дал ей деньги на обручальное кольцо. И она пошла, вопреки его просьбе, купила себе вот этот большой радиоприемник «Урал», по-моему, называется. Самое интересное, нам было очень приятно, что приемник сохранился просто в идеальном состоянии. Я говорю, вам, наверное, сын сказал или внук. Она говорит, зачем? У меня на кухне мерают. На самом деле, эта акция была хороша именно тем, что имелся некий уникальный набор средств массовой информации. Он был совершенно уникальным образом использован. И повторить то же самое один в один невозможно. Меньше недели остается до завершения акции «Лето» в эфире на радиостанции «Динамит-ФМ». Каждый, кто в этот срок принес старый радиоприемник, имеет шанс выиграть музыкальный центр. Сейчас в архиве радиостанции насчитывается около 200 раритетных приемников, самый старый из которых 1938 года выпуска. Что вы будете делать с таким количеством старых радиоприемников? Это вопрос, который задают многие радиослушатели. И здесь появляется множество доводов. Это был в первую очередь «Динамит», это было русское радио. Что касается телевидения, то были все мыслимые каналы. То есть был первый канал, РТР, ТНТ, телекомпания «Эфир». Значит, что касается газет, то «Восточный экспресс» «Московский комсомолец». Что касается журналов, «Глянец», то есть это имидж афиша про автомобиль. Вот сегодня тот день, 5 июня, когда мы должны подвести итог всей этой большой и значимой акции. Вот такие купончики мы выдавали людям, которые приносили нам свои старые радиоприемники. И сегодня нам предстоит выбрать, кого же завтра на ярмарочной площади, в день рождения телекомпании «Эфир», «Динамит-ФМ» наградит двумя музыкальными центрами. Кому достанутся два этих музыкальных центра. В барабане все купоны, все вернее части верхней от купонов, нам остается выбрать двух счастливых обладателей. Ну а выбрать мы сможем только, покрутив этот барабан и вынув оттуда два самых счастливых купона. Начнем, Алексей. Итак, участник акции номер 83, Лилия Равильевна Мингалеева. Поздравляем Лилию Равильну, она принесла нам марку приемника «ВФ-202». И один музыкальный центр ее. Да. Второй музыкальный центр. Получает участник акции номер 251, Гольфиза Мухамедзяновна Галлиуллина. Она принесла рекорд 61 М2. Поздравляем. Должна заметить, что после этой акции объем продаж вырос настолько, что спрос опередил предложение. Я говорю о рекламных блоках. Вот 5 июня мы оттранслировали, 7 июня мне пришлось поднимать цены на 20%. Мы поняли, что внимание к нам колоссальное. Мы поняли, что народ нас слушает, народ нас полюбил и народ нас принял, как за своих. ДИНАМИЧНЫЕ 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 ДИНАМИ